Иди смотри здесь-то Всё, не пробуйся Господи, слава Тебе! Отче всех на тебя, Господи, уповай, и ты даешь им пищевого благовремени, и отверзаешь, что ты щедро употребляешь всякое животное благоволение. Слава Свои Сыне, Святого Дух, в умении пресно и в обиду и в поломении. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Аминь. Аминь. Божьей милостью будь не грешен, он создавая, Господи, помилуй меня, и благослови. Вначале новый день. Новый день показывает, что делать в прошлом дне. Изо всём надо прославлять. Ты что вчера, Коля, заболел или что? Что у тебя болело? Сердце и голова. Он говорит, что сердце и голова. Он честно жалует. Пурашку никогда не снимать, я постоянно об этом говорил. Там, кто сзади стоит, надо встать сюда. И быстро ходить, бегом бежать, не просто шатать. Мы в ночевыхе ещё были перед самым ужином, но у тебя ещё не было. Ты всегда смотри. Правильно исполняешь то, что тебе сказано было. Глядишь, уже без головного вора. Это один горящий у нас в лагере было. Заводграду вышел. Солнышко тяпло в голову, всё. Ой, голова, голова. Голова написано, пошёл её. Да, квершу умер. Нам Святая Библия об этом рассказывает. Слушайся Бога. На каждую болячку не обращай внимания голова. Ну и что на голова? Ты лёг, кровь теперь пошла вся в голове. Голове ещё хуже. Никогда ложиться не надо. Сядь там, подушку подложи, откинься и всё. Излишний приток крови. У нас сразу больной, он больной. Записали вокруг. То есть, есть где теперь показать свой добродетель. Он больной. И я его спасаю. Ну попутно и сама спасаюсь. Так. Вот ваши монастыри и всё остальное. Никогда не показывай ни одной болячки. Они так и ждут женщины, чтобы вы легли. Тут они командуют тогда. Всё. Она протирает и убирает. А всё осталось на прежнем месте. Я вчера отдельно ездил на первый мостик. Пришил на каждый этот флэшток, где надпись есть в материи. Чтобы обратили внимание, иначе не видно. Понимаете, потом мысли доходят. Пришил красные и желтые. Пришил, не привязал. А тут лежу, гонит Анфиса. Ну я посмотрел, она проходит дальше. Ну сейчас пустили. Поэтому они прошли корову. Она подошла, там врезать начала. Понравилась, наверное, сильно. У меня беспокойство есть по поводу той стороны. Разлилось на два раза шире. Что сделать, не знаю. Потому что бульдозер был. Бульдозер был. В один день всё выправили. Почему? Потому что я забутил. То есть мы забутили все вместе. То, где был прорыв. А где прорыва то не было. Когда до этого уровня дошло. И там такой уровень то. Насколько много попало туда кирпича. Ничего не известно. Но пока всё держится. Надо убрать. Взять ломик. Выковыривать некоторые камни на подходе. И, видимо, попытаться сравнять воду. Я вчера долго смотрел. Со всех сторон обходил. Почему? Потому что получилось не так, как думали. На этот уровень, на который обрезали. Не получилось. Мы не знали проволоку. Натягивать нужно с собой две стороны. Не натягивать. Натягивать значит, что он их свернёт. Они все вместе. Не натягивать. Он будет давить камни. Они разберут. Так и получилось. Но этот вариант более исходный. Огромная тяжесть. 17 тонн всё-таки. Нужно взять с собой ломик. Когда? Мы делали в понедельник. Думаю, перенести на субботу. Если что-то испачкались, помылись. На субботу. Каждую субботу будем туда ездить смотреть. Я посмотрел, что нужно сделать. Там лопата. Там проволока есть. Перемотать. И с той стороны, как проходишь. Отсюда если смотреть. С правой стороны. Перегородку выше поставить. Те камни, которые вытащил. Ну, сваи удержат их. Чтобы вода там, она всё равно будет поступать. Но без напора. Ей и так. 4 метра с лишним. Для воды. Видишь, сколько приходится размышлять. Думать. Ходить. Молиться. А кто бы сделал какой инженер. А чего бы он сделал, когда ничего больше нет. Ничего ничего не сделал бы. Вундамента бы там не заложили никакого. Но сделано всё как было. Коровы прошли. Она перед ним. Я сильно о ней беспокоился. Одна девчонка в поле. Одна за ограду выйти. Боязно. Одна совершенно. Её никто не видит. Там одна пасёт. Одна. За гневами туда пойдёт. Одной нельзя. За ягодами нельзя. Со скотиной можно. Я много раз им говорил. И что некому пойти. Не верю в это. Ну, когда беда случится. Ты найдёшь оправдание этому или нет? Есть отец. Есть мать. Ну, пойди и ты паси с ней вместе. Нет этого не делось. Я кричу каждый год об этом. Не сместно. Если я кричу, за этим что-то есть. Беда где-то прямо рядом ходит. И притом беда непоправимая. И говоришь. Сейчас скажу. А у нас некому. Ну, некому зарежь корову и на этом конец. Чем резать дочь. Разница есть. Ребятишки-то маленькие. Отдельно где-то мы пасли. Но чтобы девчонки отдельно. У нас девчонок много было. Никогда не было. Никогда. Отец неграмотный. Мать неграмотная. Но пасли мы двое. Старшему 10 лет. Мне 5 лет. Ну, тогда и обстановка была другая. Чтоб детей похищали. Насиловали. Мы этого не слышали даже. А сегодня. А зверелая. Вот у нас все дети верующие. Как бы. Приезжают. И вот. Каждый свай на 4 раза обрезает угол. Чтобы острый был. Ну и обрезает такой. Он. Как бы блин. Но явно делал. Никогда никто этого не делал. Только мы делали. Здесь не делал так. Вчера убираем. Там крапива валяется. Одна. Другая. Как они туда попали. Эти срезки. Да. Большие срезки. А они на дровах вон лежат. Это вот они делали. Почему. Сказано было сюда носить. А зачем носить. И никого никто не видит. Она швырнулась. Штана. Как же это вера-то. Тебе дарник какой. Ты бросал? Нет. Ты можешь точно знать. Тарас бросал? Нет. Никто не бросал. Вчера вот здесь мы оставили кое-какие детали. Надо разобраться. Ну нашли. Они там ржавые. Есть такой, которая разбитая. Там целлоидная. В мусор надо. Ее сюда бросили. Вот мы пятеро были. Ну Сергей еще был. Сергея нету еще. Кто бросил сюда доброе-то? Ни один. Ну я не бросал. Я вообще не трогал нисколько. Кто? Ну больше это подозрение. На вас падает-то. Не в жизни сознается. Но вас в другом месте Бог будет ловить и давить, как в шее. За то, что за тебя страдал другой. А ты бы поднял руку и сказал. Да это я сделал. Не подумал. Положил. Вот я уберу ее и простите. Все. Вопрос решен. Нет этого. Я их подвел. Смотри. Вот она. Бросили ее. Она еще развалилась на три части. Теперь собирать осколки. Висит все равно надо. Но только собирать ты будешь. И повезешь ты, не я. Я сказал. В субботу. И поэтому вы субботу сами напоминаете. В субботу пораньше позавтракать пол седьмого. Ловик взять один раз туда и там где-то спередать. Самый маленький ловик. Такой маленький, что может быть в виде выверги. Посмотреть, что там есть. Выковыривать, чтобы можно было. Вчера осмотрел. И так решил. Сегодня намещается. Могут привезти щебень. При этом щебень какой нужен величины. А не такой, как привезли. Этот привезли дороже. Хотя не по той же цене, говорит. И он на бетон хороший. А для песка сверху сначала крупная. Его не было. Выбирать нечего. Я связан этим. Может быть звонок. Аппарат держи около себя рядом. Батюшка может позвонить. Он ходил там, названный теперь не комитет по образованию, а министерство образования. Они любят названия эти. И везде президенты, и президенты. И никто не видит, что... И только они Рамзан Кадырова останутся. Какие президенты? Президент один в стране должен быть. А кто глава администрации? Он глава главный. Понятно? Это говорят мусульмане. Он находится в составе Российской Федерации. Он не может принимать законы, вопреки законам Российской Федерации. И он находит... Причину сделать так. Запретил аборты. Запретил. Это даже вообразительность. 18 тысяч абортов каждый день делается. А он запретил... А закон гласит, что нельзя запрещать. Нет этого закона. То есть он хорошо знает законы. Он юрист. Он герой. Герой России. Не только герой России. Он вообще герой. Как щит там стоит. На него покушение сколько было. Он говорит, у меня и деда убили. Отца убили. Я знаю, что меня убьют. И убийства, которые за ним подосланы. Там едиловцы. Их захватили, там держали. Потом выстроили. Вряд он с ними беседует. Вот вам задание было убить меня. Ну, я вам все плохого сделал. Вам чего не хватает? Была война. Войны сейчас нет. Все отстроили. Дороги есть. Мещети стоят. Вы сейчас сидели в заключении. Вас в мечеть водили? Водили. Коран дали, дали. Что я могу для вас еще сделать-то? И ты лжец. Ты лгал. А теперь обнаружился фальшивый мужчина. Да какой ты? И тут же родители стоят плачут. Он может дать сейчас указание. Суд будет. Суд всех приговорит к расстрелу. И на этом конец. Или к пожизненному. А он их простил. Он дохристианин настоящий. Ему не хватает только осознаться в этом. У мусульманства этого как бы и нету. Но на самом деле тоже заложено. Ахт милосердия к врагам. И милость к падшим призывал. Вот нас здесь мало. Что как будет. Этих мать сейчас выдирает. Я уже делаю подозрение на то, что где она находится, на нее влияет там. Зачем обувь примерять? Двадцать дней будете обувь по магазинам примерять? Да нет же. Ты дома будешь шататься из угла в угол. А она ничего не понимает. Ты занята здесь. Только слышишь. Поучение, наставление, обличение. У тебя ничего этого нету. Вы живете как дикие поросли. От плесени забились. И ты чего там будешь? Чему научился? С дворовыми мальчишками везде домой? А сейчас позвонили? Нет, мы и успеем. Сейчас цены. Цены будут поднимать. Чего ты знаешь цены? Когда везде написано скидки, скидки, скидки им сбыть надо. Древний материал никто не берет. Они на пятьдесят процентов скинули. Заранее не знали. А если она стоила в уголь, они назначили двадцать рублей. А ее никто не даст теперь. А мы сбросили. Там и сбрасывать не надо ничего. По телефону-то разговаривал. Ты же не стал просить все остаться? Вам здесь-то тошнее, чем дома. А дом-то ваш какой? Он для вас хуже приюта. Хуже. Я вас знаю еще из пеленок. Когда приносили, отмывали. Она там сгнивает. Это просто лежит. У нее там, кажется, плесь у нее покрылась. Немытая. А, ну кузьменище это было. Отмывали вас. Поэтому вам благодарить Бога надо за все. И избирать лучшее. Я вас не держу, повторяю. Но только это уже неповторимо уйдет. Мы без вас жили и проживем. А без того, что мы говорим вам, житья нет. Тут просто такая скотская жизнь. Чужие, дядя, вы все это скрываете, не видите. Если его мать, отца ваша, ваша бабка умоляла, просила, какие-то меры примите каждый день пьяные. Не получите, ничего нету. Нет, а баба не пьет. А что он делает? Как он не пьет? Как? Через затылок заливает или как? Фальшивый ли вы? А вы бы наоборот здесь молились, да? Вот показывает притчи. Кто о чем думает на молитве и голоса слышатся? И только один голосок. Помните где? Кто? Девочка? Молился? Или мальчик, сейчас не помню. Девочка. Девочка. Вот папа запился, он пьет. И этот голос слышит Бог. А остальные, кто о чем думает? Это один стоит, смотрит, замужем она или не замужем. Кто? Кто? Мы сейчас поедим, сразу же принимаемся за дело. У нас дело очень важное. Очистить двор. После обеда братья уйдут. Я буду, если еще придет щебет принимать, не рассчитывать. У меня свое здесь есть. Богу слава за стол. Господи Иисусе Христе, Сыне Господи. Смоги им. Да, полное молчание всех раздов. Это у меня сундучкой сухарями. Наливай сразу. Чего? Сухари размочи. Чего там у вас есть помпорт. Да, да, да. Я даю вам. Я даю вам. Продолжение следует...